здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в этом выпуске мы рассмотрим самые популярные способы получения конического зубчатого венца изготовления конической зубчатой шестерни рассмотрим вообще как они происходят какие есть плюсы может быть какие есть минусы и как после этих различных видов зубообразования можно сопрягать шестерни прикатывать и так далее напоминаю что у меня появился яндекс дзен канал поэтому ссылочка будет в описании ты можешь перейти подписаться я там буду публиковать не только видеоролики но и текстовые статьи в которых буду писать о жизни так сказать на производстве и так давайте вот смотрите что собой представляет конический зубчатый венец но естественно это обычные обычная шестерня да может не совсем обычная шестерня которая которая в нашем случае нашем случае видите сделано под определенным углом зубчатый венец имеет форму где-то он имеет такую эвальвентную где-то более такую с меньше эвальвентной но собственно говоря дело не в этом а в способе получения данных шестерен давайте рассмотрим сначала самый популярный способ это зубо фрезерование зубо фрезерованием происходит следующим образом есть две головки две головки ну они если допустим мы смотрим вот отсюда вот как шестерня стоит до 1 головка располагается вот так идет другая идет вот так зубчатые венцы вернее зубчатые резцы вот эти головки они пересекаются да то есть они перекрывают так называемый друг друга и вот эта верхняя голова которая есть она режет вот эту сторону зуба нижняя голова режет вот эту сторону зуба естественно шестерня вращается доворачивается да Она подходит сюда, к головке. Головки тоже вращаются. Достаточно процесс сложный. Чем хорош такой метод? Этот метод хорош тем, что неплохая производительность. Но будем говорить, что достаточно неплохая. Хотя по сравнению с теми методами, которые мы сегодня будем рассматривать, это, наверное, самый долгий вариант зубонарезания. Какие тонкости есть? Если у вас зубчатый венец имеет модуль, допустим, порядка 5-6 выше, то здесь такие шестерни желательно резать за два прохода. То есть вы делаете один проход, оставляете припуск по зубчатому венцу, по боковым поверхностям, естественно. Оставляете припуск, там буквально 2-3 десятых миллиметра с каждой стороны зуба. И на чистовой обработке уже снимаете и получаете полностью годную шестерню. Следующий вариант, который мы будем рассматривать, это зубо-строгальная операция. То есть происходит тоже примерно следующее. Есть строгальный станок. На нем установлены, так сказать, головки тоже с набором резцов. Ну, вернее, с режущим инструментом. И они совершают, так сказать, поступательные движения туда-сюда. И снимают слой металла. Тоже сначала снимают с одной стороны, да, с одной стороны. Потом снимают уже с другой стороны. И получается, собственно говоря, такая вот форма и конический зубчатый венец. По производительности я скажу, они чем-то похожи. Зубо-строгальные станки и зубофрезерные станки. Также они похожи и по качеству получаемых поверхностей. То есть по чистоте поверхности, по шероховатости. И, можно сказать, даже и по точности. Да, профиля зубчатого венца, пятна контакта и так далее. Но при зуборезке, при зуборезной операции, возможности регулировать именно в плане пятна контакта намного больше, чем у зубо-строгального станка. То есть зубо-строгальные станки более-таки неответственные. конические шестеренки делают. Следующее, что идет, это зубо-протяжная операция. Очень хороший метод, я вам скажу так. То есть идет у вас шестерня, да? Она базируется так. Ну, естественно, зажимается, какой-то цанговый патрон подходит. И она подходит к протяжке, которая, в свою очередь, проходит вот так. Такая круговая протяжка. Она проходит через зубчатый венец. Протяжка состоит из таких вот резцов. Так, они резцы. Сегменты по два, бывает где-то по три резца. Различные из конструкции, которые крепятся на такой типа диск. Эти резцы крепятся так. Я условно очень так делаю. Не ругайте меня, а то вы будете сейчас писать в комментариях. Кстати, комментарии обязательно пишите, как вы изготавливаете конические шестерни. И вот она проходит сюда. В этот момент, естественно, движение совершает и деталь. Она не вращается. То есть она не вращается, деталь. Но она совершает, так сказать, движение навстречу протяжке. Ну, то есть, чтобы вот этот вот сам профиль и саму вот эту вот форму зуба обеспечить, она должна совершать немного такое небольшое перемещение. То есть обычно шестерня установлена вот так. Ну, берем вот эта голова, вот эта шестерня, да, вот она установлена. И вот пошла протяжка, протягивает. И она немножко сюда наклоняется. Потом поворачивается на следующий зуб. Снова наклоняется. Протяжка. Чем хорош метод именно зубопротягивания? Этот метод весьма хорош тем, что хорошая производительность. Ну, если, опять же, будем брать, так как это протягивание, за один проход это не делается. Есть, в основном, в производствах используют двухпозиционные станки. То есть у вас есть две позиции, да. На одной делается черновая обработка, на второй делается чистовая. И там, и там идет протяжка. То есть протяжка, естественно, вот эти вот зубцы, которые мы с вами рассматривали, да, сегменты так называемые, они идут сначала, идет, допустим, если вблизи рассматривать, да, идет, допустим, вот такой вот зуб. Дальше там через несколько сегментов он идет уже вот такой вот зуб. Дальше он уже такой вот. И он, естественно, идет по возрастающей, чтобы на выходе получить окончательный профиль вашего зубчатого венца. И, наверное, самый производительный метод, который у нас есть, это накатка. Накатка зуба. К сожалению, сказать, что, ну, естественно, этот метод используется, берется какая-то эталонный накатник такой, да, на котором уже есть зубчатый венец. Он вступает в зацепление с заготовкой, происходит давление с двух сторон на детали, и он прокатывая получает такой вот зуб. Лично я сам, как накатка производится именно конических зубчатых венцов, я не видел. Но я видел результаты данной операции, и получается очень даже неплохо. Производительность хорошая, качество поверхностей изумительное, то есть практически как шлифовка получается, плюс за счет деформации значительно, я думаю, увеличивается долговечность таких шестерен, так как металл прессуется, и получается очень такая плотная, износостойкая поверхность, которая, собственно говоря, выдерживает хорошие нагрузки. Какие тонкости, да, то есть что, в принципе, к примеру, вот думаете, какой способ мне выбрать, да, для изготовления зубчатого венца, вот эту шестеренку, да, каким мне способом изготавливать? Мне делать зубофрезерование, мне делать зубострогание, мне делать зубопротягивание или выдавливание, да, или методом давления получать зубчатый венец? Я вам скажу так, если вы делаете, к примеру, ведущую шестерню, да, зубчатый венец, вы делаете методом протягивания, то и ведомую надо делать именно так. Вот смотрите, вот такую шестеренку можно делать любым, в принципе, методом, который мы сейчас с вами рассмотрели. Ну, есть, к примеру, шестерня, да, вот у нас, в частности, допустим, есть там на производствах шестеренка, вот она, к примеру, идет вот так, здесь идет цилиндрический венец, да, а здесь идет вот такая вот часть, так, 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 и вот здесь идет конический венец. Ну, я как-то тут начал криво, да, рисовать, то есть вот идет зуб, конический венец сопряжения. И вот тут, в этом варианте, да, в принципе, можно применить строгание, выдавливание и зубофрезерование, зубопротягивание применить нельзя, так как инструмент, давайте другим цветом нарисуем, он не имеет выхода, видите, он сюда будет врезаться, вот это основание и вот эта протяжка, мы такой зуб протягивать не можем. Соответственно, детали, с которыми в зацепление вступает данная шестерня, мы тоже протягивать не будем. Вы спросите, почему так происходит? Потому что, как бы ни крутили, да, профиль, получаемый различными методами обработки, он будет все равно отличаться. И если делать, к примеру, выдавливанием, да, допустим, ведущую шестерню, а ведомую резать на станке, вряд ли идеальное сопряжение вы получите. То есть вы не сможете просто контролировать эти два процесса. Это как бы немножко разные области зубообразования, и поэтому очень сложно рассчитать ведомую и ведущую шестерню, чтобы они в итоге сопрягались после различных методов их получения. Еще один вариант, что если у вас будет зубопротягивание, учтите, что зубопротягивание, ваш профиль зубчатого венца будет формироваться только по качеству применяемого инструмента, потому что любое протягивание – это метод копирования. И если ваш поставщик, не дай бог, поставит вам инструмент, который будет с какими-то отклонениями, то вся партия ваших деталей будет также копировать эти отклонения. Плюс достаточно сложно доставать режущий инструмент. Он является достаточно эксклюзивным. Зубофрезерная операция. Есть тонкость, что надо перетачивать. Это должно быть заточное отделение. Надо периодически перетачивать наборы резцов, после чего их надо выставлять. То есть вот эти все нюансы вам нужно предусмотреть. Надеюсь, видео было тебе интересно. Если да, ставь лайкос, делись с другом. Переходи на мой Дзен-канал, подписывайся. Буду рад тебя видеть. Будем общаться и так далее. Всем всего хорошего. Пока-пока.